Субтитры подогнал «Симон» В мае 1942 года нарком иностранных дел Молотов должен был совершить секретную миссию в Лондон и Вашингтон. Именно там были запланированы переговоры об открытии Второго фронта. Но как туда попасть? Решение оказалось неожиданным и дерзким. Полет на бомбардировщики П-8. Молотову предупредили, что самолет не герметичен и температура на борту минус 50 градусов. После длительного полета самолет благополучно приземлился в Англии. В Лондоне Молотов провел переговоры с Черчиллем и отправился дальше в Вашингтон. Путь в Америку лежал через Северную Атлантику. От этого перелета зависел весь дальнейший ход Второй мировой войны. ТБ-7, он же АНТ-42, он же П-8. Этот дальний тяжелый бомбардировщик был единственным самолетом, который из подмосковных аэродромов мог достать до Берлина. Четыре двигателя, мощное оборонительное вооружение, три тонны бомбовой нагрузки. Этот П-8, это исключительный хороший самолет в наше время. И немцы, если будет сбит наш самолет, то ему награждает железным крестом 3000 марок и выезд на родину на 10 дней. Это исключительное поощрение. И поэтому над нашими самолетами охотились, как черт за грешной душой. Тяжелый бомбардировщик П-8. Экипаж 11 человек. Скорость 440 км в час. Практический потолок 9000 метров. Дальность 3600 км. Бомбовая нагрузка до 5 тонн. Изначально этот тяжелый бомбардировщик назывался ТБ-7. Его проектирование началось в 1934 году под руководством Андрея Николаевича Туполева. Поэтому самолет получил второе название – АНТ-42. Непосредственно конструированием машины занимался начальник бригады Владимир Михайлович Петляков. После его гибели зимой 1942-го бомбардировщик переименовали в П-8. Но все это случится несколько позже. А пока, в конце декабря 1936 года, летчик-испытатель Михаил Громов первый раз поднял машину в небо. Через полгода приступили к совместным с ВВС госиспытаниям, а в мае 1938 ТБ-7 приняли на вооружение. Серийное производство новой машины организовали в Казани. В 30-е годы в руководстве страны не было четкого взгляда на роль этой машины в современной войне. Зачем разрушать города и заводы на территории врага, когда в ответном молниеносном ударе их можно захватить в целости и сохранности? К тому же ресурсы Советского Союза были ограничены. Для производства ТБ-7 не хватало ни алюминия, ни двигателей. Серийный выпуск бомбардировщика то прерывался, то снова возобновлялся. В фашистской Германии тоже был расчет на молниеносную войну. Поэтому на вооружении Люфтваффе к моменту нападения на Советский Союз тяжелых бомбардировщиков не было. К 41-му году ТБ-7 только начинали осваивать в войсках. Вся тяжесть начального периода войны в дальней авиации легла на ильюшинские машины ДБ-3. На этих самолетах наносились первые удары по территории Германии, Польши и Румынии. ТБ-7-му не пришлось принять участие в этих налетах. Рассредоточенные на аэродромах в районе Киева бомбардировщики сами попали под удар с воздуха. В это тяжелое для страны время в судьбе самолета произошел крутой поворот. ТБ-7 включили в боевой состав 81-й авиадивизии. Эта дивизия формировалась как особое соединение ВВС с непосредственным подчинением Ставки Верховного Главнокомандования. Командиром назначили известного полярного летчика, героя Советского Союза, комбрига Михаила Водопьянова. Через месяц после начала войны немецкая авиация совершила первый налет на Москву. Сталин решил нанести по Берлину ответный воздушный удар. 8 августа с острова Эзель ушли на задание бомбардировщики ДБ-3 морской авиации. А через два дня настал черед и ТБ-7. Они поднялись в воздух с прифронтового аэродрома Пушкин под Ленинградом. Из семи вылетевших тяжелых бомбардировщиков отбомбились по Берлину только четыре машины. А назад вернулось всего три. Потери были слишком большими. Но несмотря на это был достигнут политический эффект. Советские народы весь мир увидели, что Берлин не остается безнаказанным. После августовской эпопеи самолеты продолжали летать по дальним и ближним целям. Было выполнено еще несколько налетов на Берлин и города Восточной Пруссии. 5 марта 1942 года постановлением Государственного комитета обороны было принято решение о создании отдельного рода войск. Авиации дальнего действия. Командовать АДД Сталин назначил генерал-майор авиации Александра Голованова. Сталин издал приказ, что задание на боевой вылет Пе-8 может дать только он или начальник штаба Антонов, генерального штаба Антонов. Больше никто. Нас даже после этого начали звать Кремлевской авиацией. Полки авиации дальнего действия комплектовались в основном двухмоторными бомбардировщиками Ил-4, Ер-2, американскими Б-25. Но только Пе-8 имел четыре двигателя, а значит мог нести большую бомбовую нагрузку. Этим самолетом был вооружен 746-й отдельный авиационный полк. Он базировался на аэродроме Раменское, знаменитым в наше время международными авиасалонами. Тяжелые бомбардировщики действуют исключительно ночью. Перед вылетом в штабе полка уточняется боевое задание. Несмотря на лето, летчики одеваются в меховое обмундирование. На высоте температура достигает минус 50 градусов. Длительность полета порой составляет 15 часов, поэтому экипажам выдаются бортбойки. Наконец, выстрелы ракетницы. Это сигнал на вылет. Второй пилот помогает командиру держать направление на рулении. Линию фронта пересекают в местах наименьшей активности противника, чтобы не попасть под огонь зениток. Полет ночью вслепую требует особого навыка самолетовождения. Города и села внизу затемнены, ориентироваться можно только по звездам и едва видимым деталям местности. На штурмане лежит основная нагрузка. От него зависит точный выход на цель. На высоте 6 тысяч метров приходится надевать кислородную маску. В районе цели возможны встречи с ночными истребителями. Пять огневых установок готовы отбить их атаки. К цели бомбардировщики подходят поодиночке, строго на разной высоте. Сначала сбрасываются осветительные бомбы. Затем П-8 заходят на прицельное бомбометание. Чтобы точно поразить цель, надо несколько минут лететь строго по прямой, выдерживая высоту и скорость. В этот момент самолет, выхваченный прожекторами из темноты, представляет хорошую цель. Машина вздрагивает от близких разрывов снарядов, в кабине пахнет порохом. Надо обладать мужеством и стойкостью, чтобы не свернуть с курса. И только сбросив бомбы, можно попытаться ускользнуть в спасительную темноту. Результаты бомбометания оценивались по количеству пожаров на земле. Соединение П-8 было своеобразной длинной рукой Верховной Ставки. Они бомбили самые важные цели в глубоком тылу противника. Только П-8 мог сбросить на врага самую тяжелую пятитонную авиаболу. Вернемся к дипломатической миссии наркому Молотова, с которой мы начали свой рассказ. В мае 1942 года самолет П-8 доставил Молотова из Москвы в Англию. Рискованный полет проходил на большой высоте над оккупированной территорией. После встречи с Уинстоном Черчиллем последовал перелет через Атлантику. В Вашингтоне были проведены переговоры с президентом Рузвельтом. В Америке П-8 оценили по достоинству, отдав должное его мощному стрелковому вооружению. 13 июня, преодолев 18 тысяч километров, П-8 вернулся домой с договором о союзе против гитлеровской Германии. Снаружи самолет, весь был исписан на английском языке. Да здравствует Красная Армия, да здравствует Сталин, желаем победы. Все было исписано. Очень жаль, что не сфотографировано это. Боевая карьера П-8 закончилась в августе 44-го. На самолетах были выявлены усталостные трещины в лонжеронах, и все машины поставили на доработку. Всего построили 93 самолета П-8. Эти машины оставили заметный след в истории Великой Отечественной войны. За 4 года боев П-8 обрушили на врага более 5 миллионов килограммов бомб. Благодаря наличию тяжелых бомбардировщиков П-8 удалось сформировать слетанные и боеспособные соединения, которые после войны составили основу стратегической авиации Советского Союза. Великой Отечественной войны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова